всем привет с вами канала и вторая надежда мы сегодня посмотрим что испытывает к вам ваш загаданный партнер что испытывает к вам как человеку как женщине которая есть либо была в его жизни и на основании этих ощущений что он решил и до 31 января я напоминаю действует скидка на обучение на вебинар мое авторское видение мои наработки за все время практики по классической колоде райдеру это если вы думали если вы сомневались надо не надо или возможно цена для вас была неподъемной то скидка будет 30 и 50 процентов там есть нюансы но я оставляю в закрепленном комментарии это самый первый будет если вы раскроете комментарии будут самые первые и в описании под видео будет контакт ватсап моего помощника он все вам расскажет вебинар по черному гримуару тоже у нас закончился он уже доступен и pdf и запись вебинара и аудиоверсия вебинара чтобы можно было как аудиокнигу слушать все материалы тоже доступны группа у нас прям активная порой прям очень горячая вот бывают такие у нас дебаты за каждый расклад вот но обучение на то и на обучение чтобы где-то выявить ошибки где-то понять то что не удалось усвоить в процессе вебинара я тоже участвую в группах где-то поправляю если молчу значит я понимаю что все написано правильно но если где-то чтение и трактовка неправильно я конечно поправляю и объясняю что почему и к конечно это важно когда после обучения вот первые шаги чтобы немножечко направить немножечко поправить где-то человека ну все контакты вы найдете реки если вы хотели если вы думали и давайте начнем сигнификации начнем смотреть что сегодня происходит между вами судьбоносная ситуация между вами вашим партнером это что сейчас между вами происходит это поможет сделать очень серьезные очень важные выводы и по отношению друг другу и в целом для ваших отношений да даже какое-то знаете вот восприятие и видение своего будущего своей будущей жизни здесь тоже будет выявлено наш партнер здесь какой-то грустный сидит такой на эти ситуации него что воля что неволя все равно смотрит в окно и своей жизнью он сейчас не интересуется я бы сказала здесь человек взбитый летчик взбитый летчик которому сейчас больше всего интересно кстати что делаете вы как вы проводите время с кем вы общаетесь гуляете встречаетесь с кем живете о чем думаете как то вы для него сейчас за закрытая книга но с другой стороны в это персона которая приковано пристальное его внимание знаете если бы у него была возможность или ему предложили бы давай мы поставим там скрытую камеру там или положим диктофон там или прослушивающее устройство ей в сумочку вот он двумя руками был бы только за потому что вы для него сейчас находитесь как за некой ширмой и настолько ему это все сейчас важно и интересно что вот собственная жизнь здесь тоже интересная карта как здесь показана двойка жезлов то есть есть свои собственные планы здесь плод до того что какая-то знаете вот карта желание даже у человека есть глобус это его мир это его личная жизнь это его социум это его работа но он не обращает сейчас внимание на это он отстраненный то есть то что сейчас есть в его жизни она ему не особо нужно и не особо важно у человека такая вот тоска у человека недополучение эмоций и найти вот по вот этим картам я в целом здесь могу сказать что он мог радоваться этой жизни даже каким-то маленьким радостям когда вы были в его жизни а сейчас даже моменты в которых другой человек бы порадовался что-то подняло бы ему настроение он к этому относится как какому-то рядовому событию на которое не стоит обращать внимание даже я здесь больше скажу даже если у вашего мужчины сейчас решился какой-то вопрос ну допустим там он долго ждала решение о повышении там или он долго ждал какого-то ответа на свой важный вопрос и это наконец-то получилось он не испытывает счастье он не испытывает удовольствие конечно это не самое лучшее состояние в жизни человека потому что кажется что как будто бы а вот возможность радоваться у тебя забрали был фильм когда дьявол ходил и вот то что ему нужно было там глаза улыбку он забирал у других людей и в обмен он предлагал что-то свое там кому деньги там кому везение там и вот каждому свое вот здесь вот такое ощущение вот у вашего мужчины как будто кто-то вот это вот радость жизненную способность радоваться жизни как будто бы кто-то забрал но понятно здесь не кто-то забрал а здесь в любом в любом случае связано с вами что раз настолько пристальное внимание его приковано к вам вот только вам здесь как я понимаю здесь особо-то не досуг вы сейчас больше печетесь о своей жизни не о своей судьбе давайте раскроем здесь поподробнее принимаете какой-то важность сейчас решение в своей жизни да и в целом вы вы научились быть жесткой вы научились быть холодной расчетливой часто такие женщины они выходят после сложных любовных отношений и в вот одно из таки знаете вот ярких перемен когда королева кубков резко становится королевой мечей здесь пока вы показаны королевой пентакли но опять же мы тоже должны понимать что в любом случае на вашего мужчины мужчины мужчину здесь есть определенная персона которая влияет на него королевы пентакли вы для него в своем роде были женщинам авторитетом а сейчас неким авторитетом для него является другая дама но опять же она рядом с ним будет показана настоящая да и в обратную сторону мы смотрим а что было в прошлом то есть в прошлом ему не не приходилось искать какой-то радости ему не приходилось пытаться получить какое-то удовольствие это все было рядом с ним а сейчас вот оно его настоящее то есть вот на чтобы он не смотрел вот радости в глазу то здесь нету а все из-за вашего здесь поведения все из-за вашего отношения из-за вашего какого-то решения охладели вы к нему здесь однозначно вы больше не испытываете на той какой-то радости по отношению к нему вы больше не радуетесь его звонкам его появлению и да я не исключаю что здесь вы по-прежнему общаетесь с этим человеком так или иначе мы где-то видитесь где-то по каким-то общим делам а далеко же не все имеют возможность поставить точку в отношениях и больше не общаться за зачастую бывает так что ну вот в силу определенных взаимоотношений и обстоятельства вместе работаете но а вы уже не плещете таким вот теплом там или не дышите таким теплом как раньше на этого мужчину и вам в принципе особо уже ну не интересен этот мужчина потому что здесь показан что он остался для вас в прошлом и может быть это вы в какие-то моменты можете вспомнить что то хорошее что вас связывало какие-то моменты в которые даже улыбнетесь но в целом вот здесь такая вот черта что прошлое ну должно остаться в прошлом а у меня теперь есть настоящее то есть дверь в прошлое вы здесь однозначно для себя уже закрыли и даже если с этим партнером может быть что-то общее то это уже будет совсем другая история и вы в этой истории тоже уже будете совсем другой женщины совсем другой личностью не нежели когда-то это было вот она активная активная позиция которая выработалась после очень темных таких вот времен которые вы прошли темные времена я имею в виду неприятные негативные моменты в отношениях с этим человеком много пережили переплакали перестрадали выжженная пустыня внутри из которой вы как птица феникс смогли из пепла возродиться а сейчас только свои интересы только свои собственные желания для вас важны на той которой вы были раньше вы уже не будете и не только для этого мужчины возможно вы сами для себя уже отметили такой момент что раньше вы реагировали по-другому и даже если вам задают какие-то вопросы и вы ловитесь я на мысли что вы ответили так а раньше вы ответили по-другому эти вот какой-то стержень здесь вы нарастили я не могу сказать что у вас этого стержня не было просто он не был так проявлен а сейчас и внутренний внутренняя такая сила внутренняя стойкость проявилась и она еще укрепилась вот вы смогли нарез нарастить какую-то свою решительность на и этому мужчине вы спокойно сможете холодно сказать нет в случае чего вот и другим людям не знаю насколько это будет хорошо для других людей я имею ввиду там люди меняются и те кто нас хорошо знают они это не смогут не заметить и если мы становимся в целом холодными где-то черствыми либо расчетливыми это так или иначе все равно отразится на ближайшем окружении вот насколько им будет комфортно здесь мне сложно сказать но то что это не комфортно будет вашему партнеру потому что тут уже видно на что какие-то яркие события яркие свершения может быть победы его личные изменения они целиком и полностью здесь так очень плотненько связаны с вами и соответственно ваше изменение она напрямую потянет за собой и мужчину часто бывает так что женщина они могут вырастить рядом с собой и спожа настоящего короля и у этого мужчины однозначно были какие-то либо успехи либо изменения рядом с вами вот в тот момент когда вы были с ним пусть они будут не будут настолько прямо там вау-вау но у кого-то из мужчин здесь будут действительно там карьерный рост пошел там или мужчина создал свое собственное дело создал свой собственный бизнес и это дело пошло в гору то сейчас часть вот той энергии которая держалась за за счет вас она в любом случае будет уплывать то есть уже мужчина в прежнем состоянии уже поддерживаться не будет ну собственно не за чей счет на устраивать этот банкет и в целом вот это вот внутреннее поддержка она порой нам знаете вот невидимое не ощущаемо когда рядом с ним с нами есть человек и вроде бы все нормально да и и вроде бы да нам хорошо что этот человек есть но мы недооцениваем его влияние нашу жизнь и только после того как с этим человеком прерываются общение этом в силу тех или иных обстоятельствам он уехал да нет возможности связываться там а приоритеты поменялись там условия какие-то поменялись и этот человек отдаляется от нас мы не имеем возможно с ним взаимодействовать вот тут и ощущается вот то о чем я говорил да вот дефицит энергии на которые поддерживалась какая-то наша сфера или какой-то наш успех потому что все так или иначе работает на энергии и энергия даже в прямом смысле если у нас нет сил да а сила это равно энергия да это практически эквивалент если у нас нет сил мы с утра даже с постели не можем встать заболели да вот простой пример и вот вы сейчас можете четко наверно понять что испытывает сейчас мужчина когда вас нет то есть вы были его силой эту силу забрали и вот как будто бы заболел вот поэтому здесь померкли краски поэтому здесь потерян интерес к жизни поэтому здесь мужчина вряд ли он сейчас будет добиваться каких-то успеха вряд ли он сейчас будет творить какие-то грандиозные изменения своей собственной жизни вот он сейчас находится в прострации и может какие-то события здесь наступить помимо его воли вот но по большому счету пока он сам здесь не расшевелится и не найдет решение для себя вот он уже так долго сидеть но так как мы смотрим в любом случае в том числе и его решение что он решил конечно посмотрим выйдет он из этого какого-то своего замкнутого пространства вот или будет так дальше и сидеть пока не грянет гром это мы посмотрим давайте девочки что он испытывает сегодня к вам его внутреннее состояние отчаяние почему-то мне здесь видится . опоры которая была разрушена эмоции 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 вы девочки реально забрали у него радость ну забрали не в прямом смысле у него нету сейчас повода считать себя счастливым довольным этой жизнью человеком в уйдя и изменив к нему отношения вы сами того не ведая поставили человека в такую в такую жизненную историю когда он не может нормально объективно расценить в том числе какие-то негативные события ладно позитивные мы здесь посмотрели особо радости нету каких-то сил какого-то желания что-то менять своей жизни у него тоже нет но в таком состоянии можно и момент опасности прозевать потому что бывает некоторые сферы жизни они нам в прямом смысле подают сигналы а там какая-то чехарда начинается на работе там какая-то мелкая неприятность тут какое-то недоразумение там какой-то неприятный разговор какой-то конфликт это такой знаете сигнал нам что туда надо уже обратить свое внимание чтобы не получилось потом слишком поздно вот события уже настолько завертели что вот она башня или пока все она не снесет сложно будет что-то предпринимать вот вашего мужчина здесь вплоть до того что он не не хорошие моменты здесь не замечает и негативные моменты тоже вот проходит мимо его вот ему бы действительно бы здесь собраться но у него пустота у него отчаяние пересматривает в целом здесь даже свое отношение к любви может быть этот мужчина однажды даст себе зарок может быть не утверждая но появилось такое стойкое ощущение что может быть дать зарок больше никогда не влюбляться и если появляется какое-то чувство сразу прерывать отношения чтобы больше не рисковать здесь действительно девочки у него есть и сохранилась на данный момент к вам чувство что-то настоящее что-то живое но это чувство сейчас не приводит его каким-то положительным результатом для него эти чувства сейчас они вот буквально как ржавчина по металлу распространяется и делает ему только больно опять же вот у меня есть чувство но я знаю что тот человек меня не любит я ему там не нужен там или не нужна у него свои собственные дела и я даже не знаю чем он сейчас занимается о чем он думает там чем он дышит и вот зачем мне эти чувства то есть они со мной они во мне а причина всех этих чувств да вот зазноба моя вообще моей жизни не интересуется такое состояние здесь у вашего мужчины поэтому здесь безразличие к окружению и к окружающему его миру и внутреннее отчаяние потому что он не справляется что же девочки он решил вот в этом состоянии он решил с вами связаться он решил вам написать он решил с вами поговорить и он это сделает вот дай только срок здесь карты говорят как только здесь появляется возможность у него он дойдет до состояния такого полного уже отчаяния когда он будет видеть что надо что-то сделать и первым вот не зря я сказала да что здесь он даже какие-то негативные сигналы своей жизни видеть не будет вот первым что начнет его сильно тревожить это финансовая сфера очень явно здесь проявит себя либо проблемы с работой либо потери работы какие-то непредвиденные расходы которые вообще не ждали вот и это его поможет вывести из состояния да конечно здесь плохо что человек пойдет уже разгребать те завалы которые могли бы и не случится обрати он во время внимание вот но с другой стороны он не в том состоянии чтобы сейчас считывать какие-то намеки что тут надо разобраться да тут нужно твое внимание поэтому да он столкнется когда нужно уже что-то делать потому что иначе будет вообще тогда фатальный крах и до фатального краха здесь мужчина не доведет он эмоционально себя доведет да вот но эмоции эмоциями а вот когда во внешнем мире начнут происходить не самые приятные события вот тогда здесь мужчина встрепенется и вот тогда вот это вот решение как-то с вами связаться что-то вам сообщить поговорить ну такое решение здесь принимает он поймет что это неизбежно для него это необходимость и вот тот самый случай когда император многие знают что я по эту карту называю недвижимость и ждать действий от императора вообще бесполезно он привык только указывать он привык командовать он привык что к нему все к нему сами придут сами все сделать а здесь же мы видим видите что император здесь поднимается наконец-то не просто здесь поднимается вот она да он садится в колесницу и он просто несется тут даже в целом вот такие вот оттенки вот одежды да и в принципе вот какая-то прическа вот как будто бы он пересел здесь на крышу колесницы и помчался в вашу сторону а зачем ему будет необходим с вами разговор но так вот правильно будет правильно да смотри смотрите ему нужен будет разговор для того чтобы для себя прояснить что он значит в вашей жизни что у вас еще возможно в ваших отношениях и да это кстати тот нечастый случай когда мужчина прежде чем принимать какие-то важные какие-то серьезные изменения в своей собственной жизни он должен точно уточнить что он имеет теперь право ну например начать жить другой женщины там или не на этом жениться на другой женщине переехать там в другую страну там поменять работу ему нужно будет прояснить что либо между вами еще есть отношения или они с большой вероятностью продолжится либо что между вами уже ничего не будет тогда он сможет сделать шаг а в плане каких-то новых начинаний и каких-то изменений в личной может быть жизни может быть какой-то профессиональной сфере и прежде всего девочки в личной жизни здесь мужчина не знаю какой то здесь он лет мужчина такой правильные то ли отчаяние и и стресс его довело до такого состояния чтобы отпустить себя либо наоборот привязать к вам чтобы не было потом знаете таких вот недоразумений что мы же не расстались а ты тут же нашел себе другую даже если между вами уже был разговор по поводу того что все мы расстались все равно у него нет уверенности что это на самом деле так и есть и это его связывает вот какие-то знаете вот внутренние обязательства или внутренний барьер из-за которого он реально может здесь планировать свою дальнейшую личную жизнь вплоть до того что ну если не да вот я вот пущусь тогда в во все тяжкие буду использовать любой шанс буду использовать любую возможность чтобы но в этой жизни попробовать что-то новое вот а пока ведь и пока между вами ситуация какая-то зависшая здесь какое-то до паузы здесь получается на пауза это в голове у мужчины и видите пауза которая не дает ему ответа что да вы точно расстались или нет вы не расстались между вами просто сложный период который нужно будет пережить для него все не все несколько иначе ну вот прям девочки напишите действительно он такого праведник всегда был или это то состояние в котором он находится так вот его здесь покалечила потому что вроде бы император на другой стороны у императора есть тоже свои какие-то четкие правила есть мораль до его собственная да которая может не совпадать с моралью других людей но есть свои собственные даже не прописанные правила и вот тут вот такое вот правило что я должен четко знать что происходит между нами чтобы дальше решать на что делать в своей собственной жизни вот так у девочки здесь на сегодня видите здесь моралиста здесь мужчина который действительно такой какой-то трэш такой внутренний испытывает которые столкнется конечно был благодаря своему бездействию благодаря своему своему состоянию еще с дополнительными проблемами но как я сказала это ему будет только в плюс потому что это его немножечко взбодрит это его немножечко расшевелит то есть вот встать с места не начать что-то делать он начнет потом он будет понимать что и с вами здесь тоже нужно историю либо все-таки продолжить либо окончательно уже для самого себя ставить точку и вот тогда вы какие-то видите здесь какую-то новую историю но у меня такое ощущение что и новую женщину тоже он тогда для себя будет искать не и не важно единственную там или дополнительную там вторую третью абсолютно не важно но вот новая в плане личной жизни она у него здесь тоже будет но я так понимаю тем или иным способом здесь мужчина просто ваше одобрение этом или ваше разрешение хочет спросить чтобы потом не было неприятных моментов и ну или чтобы потом ему даже стыдно не было обелить себя создать себе такого алиби там или репутацию что мы расстались мы это проговорили ты мне это озвучила и все да ко мне претензий быть не может вот но если же нет то мужчина не против будет продолжить отношения вот здесь конечно женское решение тоже она очень будет важно вот и тоже во многом повлияет что свободный ваш мужчина от вас и от отношений с вами или все-таки он еще что-то должен и он не имеет права просто так менять что-то глобально в своей собственной жизни потому что вы все еще являетесь участником его личной жизни что-то видите на пороге изменения но пока вот без вашего на то согласия он их не будет делать нужно четко ему понять да могу либо нет не могу но на сегодня все спасибо что со мной ставьте лайки подписывайтесь на канал скоро встретимся пока пока